Стать ближе к Богу смогут люди с нарушением слуха. Скоро у них появится возможность присутствовать на богослужениях и при этом понимать молитвы. Из Нижнего Новгорода вернулась группа сурдопереводчиков. Их обучали пониманию церковного языка. Теперь для инвалидов по слуху они будут вести воскресные службы. Иисус. Да, Иисус. Очень интересно вообще. Понимаете, я работаю уже с сурдопереводчиком 10 лет. Для меня это открытие, это новое. Жанна Аверинская и еще два специалиста сурдопереводчика вернулись из Нижегородской духовной семинарии. Там они прошли четырехдневные курсы по православному сурдосопровождению. Цель – дать возможность людям с нарушением слуха свободно посещать и понимать службы в северодвинских храмах. Очень доходчиво нам преподносили эту информацию ребята-студенты из семинарии. Они нам объясняли каждое слово, понятие каждого слова. И потом переносили на жесты. Прежде чем нам это все передать глухим, мы должны сами знать. Посмотрите, какое перечень этих слов. Полный список изложен на восьми листах мелким шрифтом. А переведенная литургия вовсе занимает 19 страниц. Поэтому от сурдопереводчика требуется не только глубокие знания и понимание церковного языка. Необходима и физическая выносливость. Но специалисты выразили готовность помогать не только во время воскресных служб, но и во время крещения и отпевания. Первая служба с участием сурдопереводчиков запланирована уже 5 мая на Пасху.